в этом уроке я покажу вам как сделать вот эту лестницу но сделать ее не простым способом копирования и вставляния полилиний то есть мы не будем сейчас копировать просто так отрезки мы сейчас воспользуемся инструментом отделения то есть этот прием позволит вам создавать подобные объекты гораздо быстрее и делать это по автоматическом режиме значит что мы делаем для начала во-первых нам нужно начертить лестницу так как на нее нет размеров то я буду ее делать просто от руки 700 например так и то же самое у нас будет здесь это примерно в середине также 700 откладываю я сейчас прерываю специально отрезки чтобы можно было чтобы они все были не соединены друг с другом так и этот отрезок его можно принципе немного приподнять так делаю еще один отрезок и получаем каркас лестницы так что мы делаем мы видим что у нас здесь количество этих элементов раз два три 4 5 6 7 8 9 значит нам нужно поделить ее на 9 частей поэтому этот отрезок я пока уберу мы сейчас из него создадим блок а в дальнейшем этот блок разнесем просто по этому отрезку поэтому что мы делаем сначала нам нужно создать блок для этого нажимаем кнопку создать указываем имя например l лучше указывать короткой сейчас вы поймете почему и указываем на экране базовую точку базовой . у нас будет . вставки то есть вот это все указали у нас появились здесь координаты нажимаем ok так а объект забыли выбрать указываем объекты и нажимаем ok теперь на вкладке рисования есть инструменты поделить и разметить мы выбираем инструмент поделить нажимаем на него указан объект для деления здесь нам нужно выбрать блок то есть он нас сейчас спрашивает числа сегментов мы можем выбрать блок либо в командной строке у вас щелкнув либо нажав правой кнопкой мыши сейчас во время выполнения команды и выбрать блок нам нужно указать имя блока для ставки он у нас называется l указываем l нажимаем enter согласовать ориентацию блока с ориентации объекта да это функция означает что например если вы у нас лестница была не прямая а например вот такая какая-то он бы разметил ее вот так то есть не просто горизонтальными линиями независимо от изгиба а под углом и так нажимаем еще раз enter и указываем число сегментов мы посчитали что у нас будет раз два три четыре пять шесть семь восемь девять нажимаем 9 и получаем вот такую лестницу сразу же значит эти объекты мы так вставляем еще недостающие сегменты если мы просчитались и то же самое можно выполнить здесь значит выбираем этот отрезок нажимаем разметить выбираем объект так 5 выбираем блок указываем l да и число сегментов у нас здесь будет 3 у нас он сейчас вставился в другую сторону потому что . вставки было вот это нам нужно было ее поменять я просто их перенесу сейчас вручную и недостающие объекта дорисую так скопируем теперь смотрим что у нас еще здесь есть на лестнице у нас здесь есть окружность в этом месте 50 например это у нас будет поручнем и несколько линий под углом первая линия так вторая линия мы чертим ее включаем на глаз то есть либо здесь можно что-то вспомогательное построить чтобы к этому привязаться то есть если у нас было бы расстояние например там 350 строим например здесь либо отрезок либо точку мы можем уже к этой точке привязаться теперь используем инструмент зеркало указываем точку линию относительно которой будем зеркалить и выбираем не удалять исходные объекты нажимаем enter лишние удаляем и получаем лестницу то есть как видите очень быстро мы это сделали все у нас в принципе все готово что нам требовалось единственное нам нужно будет проставить размеры сделать все текстовые надписи но об этом мы уже будем говорить следующем в следующих уроках я и а и и и